Беларусь В Гомельской области Лельческий Находится на юге Гомельщины И здесь лесом покрыто 62% площади В числе деревьев, которые преобладают в лесах области Сосна, береза, ольха, ель и дуб Некоторые из них приобрели широкую известность И имеют статус памятников природы республиканского значения Так в Лельческом районе растет царь дуб Его возраст 360 лет А в Припятском полесье еще один царь дуб Накопивший мудрость 8 столетий В целом же стоит отметить, что пойменные дубравы Припятского полесья По структуре и флористическому составу Уникальны для всей восточноевропейской равнины Лес это не просто зеленая территория На протяжении столетий он был кровом для наших предков Источником ценной древесины Сохранял дичь, давал грибы и ягоды Сейчас за его сохранение, рациональное использование И приумножение ответственны специалисты Института леса Национальной академии наук Беларуси В числе их достижений в сфере увлечения лесных богатств Создание уникальной для Беларуси коллекции штаммов грибов Которая, кстати, имеет статус национального достояния страны В ней собраны более 50 видов базиальных грибов Вершинка, шиитаки, кориола розовая Ценность ее заключается в том, что собирают ее не только для того, чтобы ее хранить Но она и работает по двум направлениям Во-первых, проводится научное исследование С целью изучения биологии, экологии грибов Одним из таких направлений является использование коллекции в производственных целях Наша коллекция реализуется От 30 акционерного общества «Кабинат Восток» Кореневская экспериментальная база От 30 акционерного общества «Лесная креница» Кроме того, наши ученые благодаря современным технологиям создают лес будущего Вот в таких лабораториях в пробирках выращивают усовершенствованные деревья Последние наши разработки – это размножение дуба Это старовозрастные генотипы, особи Дуб-патриарх – ему 600 лет Царь-дуб – около 900 лет Это самые старые деревья на территории Европы практически Мы взяли их в Пожижинском лесничестве Малоритского лесхоза Брестской области С использованием промышленного альпинизма взяли материал и сейчас культивируем Вот вы можете видеть, что растения достаточно успешно растут Вот такие вот маленькие дубочки, которые генетически абсолютно идентичны исходному дереву И в дальнейшем можно создавать плантации таких вот ценных деревьев Ну а в целом в нашей коллекции больше 100 клонов, более чем 30 видов и гибридов деревьев Речь о генетической инженерии в принципе не идет Потому что никакие чужеродные гены сюда не включаются Просто активируются существующие потенциальные возможности растения Бесценные национальные сокровища леса, несомненно, и в будущем сохранят свою уникальность Ведь сейчас ученые владеют генетическим банком семян лесных древесных видов Кореневская экспериментальная лесная база Это площадка, где внедряются уникальные разработки наших ученых Здесь заложено 170 опытно-производственных участков Многим из них десятки лет Итог от такой работы – это появление новых усовершенствованных видов растений, грибов, ягод и деревьев Тут, например, произрастает редкая для наших широт роща карельской березы Говоря о ближайших перспективах белорусских лесов Ученые отмечают, что скоро мы достигнем оптимального соотношения человека и леса 40% лесистости территории нашей страны Это идеально и для лесохозяйственной деятельности, и для экологических показателей Лес не будет захватывать новые территории, а лишь возобновляться в местах вырубки Субтитры создавал DimaTorzok